Центральный парк стал местом притяжения любителей здорового образа жизни. Более сотни люберчан серебряного возраста приняли участие в марафоне по северной ходьбе. Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Этим мужчинам и женщинам за 55. Они полны сил, энергии, жизнелюбия и не теряют оптимизма. А спорт, хоть и не профессиональный, для них давно стал образом жизни. Настроение отличное, бодрое. Прибавилось у нас сил, да, Надюш? Настроение. Танцевали, пели. Кому-то в марафоне важна скорость, и состязание даёт такую возможность. Но в первую очередь скандинавская ходьба – это шанс оздоровить своё тело. Это возможность не только двигаться, но и привести в порядок ваше тело. Например, проработать спину, расправить плечи, убрать зажимы в районе лопаток, грудной клетки. Потому что при правильной технике у нас очень хорошо всё простраивается и оздоравливается. Это оздоровительная ходьба. Участникам предстояло преодолеть дистанцию полтора километра. Желающие проверить свои силы и выносливость на более сложном маршруте прошли два круга, покорив три километра. 13 копеек, вот так говорят спортсмены. Довольны своими результатами? Не совсем. Немножко разное покрытие, и вот здесь пришлось не отталкиваться. Это моя вина, надо было сразу увидеть, но чисто такие спортивные хитрости. Вы со спортом на «ты», наверное, с детства? Да нет, это культура. Сдавать ГТО, значит учиться в скандинавской ходьбе. Всё очень просто. С 2018 года более 200 люберецких долголетов выполнили нормативы «Готов к труду и обороне». 50 из них стали обладателями золотого знака ГТО. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.